С приветом, Набутов. В Коммунарке. Вот такой удачно съездил во Францию. Я должен сказать, что три недели это, конечно, непростое испытание провести в четырех стенах. Хорошо, если у кого-то есть загородная недвижимость. Там можно заниматься спортом, дышать свежим воздухом, плотничать, рисовать, я не знаю, там и так далее. Хуже, когда ты живешь в маленьком... Выходить на пленэр. В маленькой панельной однушке карантин, так сказать, проводится несколько... Несколько менее приятная, не говоря уже о палате в инфекционном стационаре Коммунарки. Ведь хуже только, если ты в этой однушке живешь с женой и с ребенком. Ну, если ты живешь с женой, это вообще плохо. Шучу я за любовь, конечно. На самом деле, давайте сразу, у нас сегодня первый час будет такой интерактивный. Доброе утро, я рада тебя видеть. Доброе, спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой. Значит, я что хотел сказать. У нас сегодня, так как мы выходим на этой первой карантинной неделе в несколько усеченном варианте, то в этом часе мы как раз всякие последние, но в основном коронавирусные, конечно, новости из России и мира. Мы вам сообщим, а в следующем часе придет Николай Николаевич Сванидзе. И мы, в общем, постараемся сильно не изменять нашей традиции. Я подготовил такой дайджест главных общественно-политических событий недели. Из них, конечно, многие связаны с пандемией, но, тем не менее, вот такой у нас сегодня план работы на ближайшие два часа. И позвоним еще Михаилу Крутихину. Обязательно. Эксперту по нефти в этом часе во второй половине. Ну, это, наверное, одно из немногих светлых, так сказать, для нашей страны событий. Пятнышек. Событий. Ну, такое довольно крупное пятно. Это отскок на 46% цен на нефть. Правда, потом немножко скорректировались вниз. Но, тем не менее, ситуация несколько улучшилась после заявлений Дональда Трампа и крупного техасского еще нефтяника, который сказал, что ведутся активные переговоры с Россией, с Саудовской Аравией на предмет как-то стабилизации и снижения добычи и стабилизации вообще ситуации на нефтяном рынке в условиях, в общем, тотального экономического кризиса, когда просто потребление спало очень сильно. На 40%, кстати, упало потребление топлива на АЗС в России. Вот что любопытно. В моменте цена на нефть доходила, падала ниже 11 долларов. В этот момент обнуляются все НДПИ и так далее. Вообще исчезают платежи в бюджет от нефтяных компаний. Это было буквально позавчера. Сейчас цена несколько выше. Сейчас посмотрю последние сводки. По-моему, она перевалила за 20 долларов. А у нас порог рентабельности примерно в среднем по стране примерно 20 долларов с учетом доставки. Вот все, что ниже, считай, мы ничего не зарабатываем. А даже доплачиваем иногда. Мы доплачивали. Даже доплачивали. Три дня мы доплачивали за доставку. Доплачивали тысячу за доставку. 1200 рублей за доставку до нефтехранилища Роттердама, если говорить о европейских потребителях. Это правда. Так, что-то мы сбились. Очень много новостей. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь, что вы здоровы. Надеюсь, что первая карантинная неделя прошла у вас хоть как-то плодотворно. Надеюсь, что удается немножко как-то стабилизировать ситуацию. Или она стабилизировалась в тех делах, в тех бизнесах, в которых вы задействованы. И хоть чуть-чуть оптимизма вы с оптимизмом смотрите в ближайшее будущее. 730-101, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, код Москвы495. И на Ютубе идет сейчас онлайн-трансляция на нашем сайте silver.ru. Все транслируется, картинка есть. И плюс 7903-7976-333 номер для ваших смс-сообщений. Он же номер WhatsApp. Здесь ничего не менялось. Естественно, хотелось бы в ваших комментариях, в вашей обратной связи по вчерашнему второму за 8 дней выступлению Путина. Перед нацией, как оно называется. Витя, значит, у тебя сообщение. Нам пишут, уважаемые ведущие, большая просьба, учите матчасть. Карантина в России пока что нет. Самая саляция. Вы употребляете специальные термины правильно. К слову, о терминах и о выступлении. Ну вот, действительно, накануне Владимир Владимирович выступил. 80% его выступлений, если вы читали или смотрели, это, в общем, ну, обязательно какие-то хорошие слова в данном случае о том, что все мы одна семья. Почему-то всегда мы вспоминаем о том, что одна семья. Я одна семья с Игорем Сеченым. И Ротенбергами, например. Приятно себя почувствовать частью семьи Ротенберга. Но, тем не менее, ладно, без шуток. Мы одна семья, чтобы врачи, значит, на первом-первом-первом рубеже обороны. И, в общем, все правильные вещи. Ну, а по существу, в общем-то, президент, кроме того, что продлил на еще на три недели режим вот этой самоизоляции, его действительно каждый регион будет устанавливать по-своему. Значит, Чечня, например, вообще запретили в Чечне сегодня выход с 8 утра до... Комендантский час. В 8 вечера выход из дома. То есть выходить можно будет только по ночам. Короче говоря, значит, или наоборот, наверное, с 8 вечера до 8 утра. Да, я что-то попутался. Что я хотел сказать. Как вы считаете, удовлетворило ли вас выступление президента? Или правильно сказать, чего вы ждали от Владимира Владимировича Путина в контексте вот происходящей ситуации в стране и мире? Доброе утро. Доброе утро. Семьдесят тридцать, сто и один. Здравствуйте. О, здравствуйте. Прошу вас. Ну, никогда не слушаю президента, который с 2000 года, если посмотреть внимательно, не только инаугурации, но уже ставший изменичными выступлениями и забилует обещаниями, которые даже не совпадают в связи с его прозорливостью и многоходовками. Но вчера послушал это выступление, благо то, что оно оказалось лаконичным и очень коротким. Действительно, я не хочу сказать, что наш президент и власти в растерянности, но есть две ключевые фразы, к которых он расписался, в том, что это действительно коронавирус в состоянии анабиоза и неопределенности, когда он закончится, говоря о том, что вирус распространяется и пик еще не пройден в нашей стране. И вторая ключевая фраза в том, что действительно, в связи со сложившимися пагубными обстоятельствами, когда мир разделился на живых и мертвых, утрированно говоря, президент сказал, что дополнительно будут даны лазные полномочия руководителям отдельных регионов. А по поводу нефти, Виктор, вы совсем не правы, на самом деле. У нас всегда выдают желаемое за действительное, тем более Трамп каждый день уже строчит в твитере диаметрально противоположные высказывания. На самом деле он собрал сейчас совет слонцевиков о поддержке на фоне разорившейся мировой компании, которая сейчас банкротится. Но на самом деле за последнее время 50 компаний примерно нефтяных разорились за последние два года. А на самом деле он создал контактную группу еще неделю назад с бывшим министром энергетики Рейкомпери и бывшим главой национальной разведки Дэном Коуцом, который отнюдь не питает пиететок Российской Федерации. Именно данная контактная группа нацелена вести переговоры с аудитами против России, чтобы дальнейшее вытеснение России было последователем не только с европейского рынка, но и в том числе из китайского и азиатского регионов. Данные свидетельства говорят о том, что буквально полторы недели назад были приняты санкционные меры против Роснефти, которая уходит сейчас из Венесуэлы. И одна из дочерних ее компаний уже завязала удела по поводу сотрудничества экспорту нефти с Китаем. Понятно, спасибо большое. Это, кстати, один из наших самых любимых слушателей, всегда компетентен. Мы сделали проще. По нефтянке, в том числе и по венесуэльской истории, с которой Роснефт действительно желая снять с себя санкции, вышла, переложив обязательства на правительство Российской Федерации. Мы об этом поговорим с господином Крутихиным, известнейшим экспертом энергетического рынка из компании Росэнерджи. Это будет в 9.40 по Москве. И он, в общем, я думаю, что прояснит ситуацию, что происходит на самом деле. Ну вот смотри, чего ждали наши слушатели от Путина. Мы ждали от президента введения ЧАЭС и хотя бы несколько слов про бизнес, про поддержку бизнеса. Вот хотелось. Может быть... Ну вот что бы вы... Вы можете прямо сформулировать. Я с вами полностью согласен. Даже подписал вчера на чейнчерк большую петицию. Она только днем появилась. Вечером уже было почти 200 тысяч подписантов по поводу того, чтобы хотя бы обнулили налоги для малого и среднего бизнеса. Это, между прочим, 35% занятости примерно в нашей стране. И там 25-30% ВВП. Это огромное количество людей, которым у нас нет прослойки безопасности у малого и среднего бизнеса. Я уж при рестораны и бары там не говорю про вот эту вот сферу услуг. Ну сколько? Ну месяц может собственник платить зарплату. Ну два. Ну три в лучшем случае. Все. Дальше коллапс. 90% московских заведений может исчезнуть в том случае, если месяц-два продлится вот этот вот режим карантина или самоизоляции, как правильно написано. Вот последние цифры сегодня, по-моему, ведомости или РБК публикуют с утра. Доброе утро. Доброе утро. Ага, здрасте. Здрасте. Прошу, если можно, коротко. Здравствуйте. С Киммеровым спокойно. Очень приятно. Да, ну вот как бы в общей ситуации-то вроде все спокойно. Да. Живем, как жили. Немножко ограничено все. Как бы это пытается закрыть то-то, то-то, то-то. В плане вот беспокоит. Долгострой стоял и стоит. Никто его не делает. Вообще никто ничем не занимается. Все отодвинули. Мать живет в панике. И как бы вот эти все дела. То есть вы вложились в... У вас ипотечная квартира вы... Вы имеете в виду, вы вложились в ипотечную квартиру и ждете, что ее достроят? Да, конечно. То есть это все отодвинулось. Я не знаю, на сколько лет. Стройки встали. Ну давай, ну... Я понимаю, так сказать, желаем, чтобы ваши ситуации подобные разрешились максимально быстро и удачно для вас. Но, по всей видимости, в ближайшие несколько недель стройки будут стоять. Олег Львович пишет. Доброе утро. Ну ладно, если задержка будет вот этот месяц по итогу. Но хороший вопрос... Бывает такое, ладно. Ведь карантин не может длиться бесконечно. Не может. Это очевидно. Поэтому вопрос, сколько может вообще максимальный карантин просуществовать в России. Ну вот давайте возьмем, мы пока можем... Так как ситуация новая абсолютно... Ребята, мы живем фактически в ситуации нового миропорядка после Второй мировой войны. Никогда с таким не сталкивались. Но глобальным явлением. 70 дней была изолирована значительная часть провинции. Не только Ухань. Значительная часть провинции... Несколько провинций Китая. Вообще, по факту, больше 700 миллионов человек в Китае находилось на жестком карантине. Кто-то меньше, кто-то больше. По максимуму 70 дней без возможности выйти вообще из квартиры. Вот вам пример. Сейчас Китай говорит о том, что у них, значит, ну, ну, дескать, удалось сбить пандемию. Понятно, вирус не выживает так долго. Все вот, так сказать, меры дали свой эффект. Но теперь половина планеты ждет, что у них начнется вторая волна. Потому что все равно остались какие-то еще носители тихие, бессимптомные и так далее. У меня, кстати, по этому поводу есть тоже информация любопытная. Сейчас я вам закину. Прочитаю тебе Олега Львовича из Измайлова. Он пишет, послушал вчера президента и понял следующее. Первая часть речи была обращена к тем, кто спрашивал, где он вообще. И вот он появился. Вот он я. Вот он я. И им он сообщил, что он не пропал, все в порядке. А вторая часть была для тех, кто хочет знать, что будет делаться для спасения экономики и населения. И тут он объяснил, что ничего делаться не собирается. Ну, кроме того, как, на мой взгляд, по моей оценке, на несчастных глав регионов, которые вообще в расстреле ситуации оказываются, переложили в значительной степени ответственность, что они должны сами определять меры, но согласовываются с федеральным центром. Соответственно, если слишком жестко закрутят гайки, будут недовольны наверху. Если, наоборот, слабо и возникнет какой-то очаг или вспышка инфекции, соответственно, тоже получат по шапке несчастные губернаторы. Больше я ничего не услышал, это правда. По поводу строек. Наш слушатель из Кемерева сказал, что все стройки встали, а вот в Москве и в Подмосковье другая ситуация. Алексей из Москвы пишет, стройки не стоят, и это, кстати, опасно с точки зрения эпидемиологической ситуации. А если встанут, то будет опасно из-за криминальной, соответственно, стороны. И вчера в Мосгордуме было выступление депутата, запамятовало, честно говоря. Я, насколько понимаю, вы имеете в виду, что огромное количество гастарбайтеров, которые по белому, по серому и по черному трудятся, в том числе и на московских стройках, просто останутся без работы, их надо минимум месяц как-то содержать, и они, значит, выходят в свободное плавание по нашим городам. Да, проблема существует. Это так. Ну, собственно говоря, в Мосгордуме об этом как раз и говорилось, о том, что мы сделали запрос по строительным компаниям, конкретно депутат, вот фамилию которого, прости, пожалуйста, забыла. И, соответственно, компании сказали, что они продолжают работать. Так, быстро, коротко, вот про какую-то новую информацию. Мы ждем последних цифр по России, они еще не появились, возможно, в 10 часов мы вам их озвучим. Значит, заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, и только у 14%, ну, только, условно, в форме пневмонии. Об этом накануне заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. Значит, на сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов среди тех, кого мы определили в результате тестирования, это порядка 20%. Значит, Попова также сообщил, что 45% субъектов России сейчас находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса, а остальные субъекты между третьей и четвертой, то есть там эпид-процесс нарастает. 3548 такая цифра по России из-за болельщих по состоянию на вчера, да. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте, прошу вас. Владимир Шасадарский, вот вы про какие поражительные впечатления говорите о речи президента? Ну, в принципе, к концу месяца просто у больше половины людей есть не на что будет. Конечно. Так оно и есть. Просто на питание ничего не будет, а никто не помогает. Все ИП закрыты, все закрыто. Да. Что вы ждали от президента? Вот какие меры конкретно? Вот что бы вы на его месте бы сейчас предложили бы нации? Ну, хотя бы так же вот так, выплату, какие-то выплаты людям. Прямые финансовые выплаты гражданам страны. Не только определенным категориям, а всем гражданам страны. Убрать платежи по ЖКХ потом и как бы что-то сделать с кредитами, потому что в банк, вот 3-го числа я звонил в банк, у меня есть кредитная недвижимость, а мне сказали, а что происходит? Все нормально у нас, все выплаты, все по датам. А вы скажите, вы бюджетник или у вас вы работаете в частной компании? Я ИП. ИП. Ну вот ИП как раз самая наименее защищенная группа оказалась. Если бюджетникам сказали, ребята, платите, пожалуйста, и так далее, и так далее, то что делает ИП совершенно не так? Не только ИП, это может быть и акционерное общество. Все компании, которые не являются получателями условно-бюджетных денег. Кстати говоря, вот на мой взгляд, вы знаете, мне кажется, что у нас в этом смысле... Я понимаю, вы не представляете себе, как... Я даже не буду про свои там мягко попы рассказывать, чтобы, так сказать, не портить ни себе, ни вам настроение. Значит, мне кажется, что у нас в этом смысле даже есть определенная фора по сравнению со странами западной развитой капиталистической экономики, где просто удел негосудар... доля негосударственного, в том числе и малого и среднего бизнеса, значительно выше, чем в России. У нас 70% предприятий государственных. Да, на них люди получают небольшие деньги. А сейчас совсем небольшие, особенно в долларах. Примерно как в 2000 году там. Свои, как Владимир Владимирович сказал, 17 тысяч средний класс, ну вот там 20 тысяч рублей условно в среднем по стране. Но они действительно будут получать дальше. В Европе же, посмотрите, и в Италии, да, там люди побогаче, у них есть накопление, но все равно все говорят, не больше, чем на два месяца. Ну, в Штатах 10 миллионов человек без работы. Витя, так можно поглубже копнуть, а еще мы знаем, как посадить картофель, как его вскопать. Это правда, мы вообще более живучие. Да, мы более прямо приспособлены тогда уж, да, если так посмотреть. Конечно, мы живем в состоянии, во-первых, кризиса с 2008 года, непрекращающегося. Вообще весь 20 век у нас был сплошной кризис. Конечно, на 600 как перебьется, как некоторые нам политики советуют. Ребята, еще раз, вчерашнее выступление Владимира Владимировича, что вы от него ждали? Ну, кроме того, что очевидно было, что карантинные меры будут, или правильно сказать, как вы уточняете, меры самоизоляции будут продлены. Был вопрос только на какое количество, еще на неделю или там до конца месяца. Ну, вы стоите до конца месяца, а дальше майские праздники. Это значит, что, в принципе, фактически до середины мая у нас с вами для многих, так сказать, нерабочая пора. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Прошу вас. Представьтесь отмой. Алло. Да-да-да, представьтесь отмой. Да, здрасте. Меня зовут Виктор, я из Москвы. У вас очень интересная сегодня тема, обсуждение вчерашнего послания президента. Все обсуждают его слова, что он говорит, проблемы и так далее. Но никто не заметил маленьких деталей. Так. К сожалению, вчерашняя запись, о которой РБК сказала, что часы неправильные сегодня, и Песков сказал, что да, там был монтаж. Но я вам могу сказать, что от 25-го числа, знаете, с первого обращения президента, в том же костюме, в том же галстуке, в том же кабинете, так же даже галстук, определенные места этого галстука завязаны определенно. Понимаете? То есть вчерашнее было записано заранее. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Точное наблюдение. Я на это не обратил внимания. Витя, ходит еще шутка, что возможно там что-то... Может быть там было слово, и мы поддержим малый бизнес, а потом его вырезали в монтаже, и оно просто не попало в финальную часть? Окей, ребят, я на самом деле... Ну да, президенту свойственно записывать консервы. Окей, хорошо он мог записать это не вчера, а запись могла быть сделана позавчера. От этого мы же говорим о смысле его послания. Значит, я думаю, что вы меня поддержите. О чем мы говорим? Ничего не сказано, кроме как о продлении срока самоизоляции. Ни о каких мерах поддержки не сообщено. Мы ждали, что обнуление, возможно, платежей по ЖКХ хотя бы на время действия самоизоляции, на месяц, на два для всех граждан России, кто там платит просто за квартиру условно. Что мы ждали, как малый и средний бизнес? Возможно, обнуление и в Москве решением Собянина, насколько я понимаю, это будет происходить. Будут обнулены арендные платежи, если вы арендуете землю или помещение у города. Можно было распространить это на всю страну, у государства, хотя бы на время, вот так, хотя бы на эти два-три месяца. Что еще могут быть? Возможно, мораторий на выплаты процентов по кредитам для бизнеса. Да, это ощутимые меры. То есть, фактически, на самом деле, малый и средний бизнес, который особенно сейчас просто не функционирует во многих секторах, должен просто из своей подушки безопасности, она все-таки как бы у большинства какая-то худо-бедная, хоть маленькая есть, просто вот этот месяц или два, чтобы хотя бы людям платить какую-то зарплату своим работникам. Правильно я говорю? Вот я думаю, что ждали этого. Все остальные платежи должны были быть обнулены на это время. Я вот, будь я президентом, я бы, наверное, вот, так сказать, компенсировал бы это из бюджетных денег. Тогда вопрос, зачем было сделано это послание? Ничего нового мы не узнали. Мер поддержки не было названо. И, ты знаешь, да и душевность это, в общем, какой-то. Ну, например, если бы Владимир Путин сказал, я побывал в коммунарке здоровья Денису Проценко, который заболел коронавирусом. Тебе было сказано, мы все одна семья. Да, но в этом не было, знаешь, если выступаешь и не предлагаешь никаких мер, то, возможно, психологический какой-то эффект, эффект поддержки, да. Ну, что-то такое личностное. А получилось, что здесь и эмоционально... Разучился, разучился, разучился. И поддержки. Разучился. Просто разучился. Слишком много лет изолировал. Из Берлина, Дима нам пишет. Я ИПшник в Берлине, и на этой неделе все ИП получили от местных властей по 5000 евро. На всякий случай. Давайте, у нас огромная аудитория за пределами России. Расскажите, как бизнес поддерживает в ваших странах. Там, я не знаю, у нас от Австралии до, ну ладно, Соединенных Штатов сейчас только ночь начинается. Ну, вдруг там, на североамериканском континенте, на южноамериканском, вам слушайте. Рассказывайте, как у вас государство помогает или не помогает малому и среднему бизнесу. Пока в этой части основные претензии к выступлению президента. Доброе утро. Да, здрасте. Доброе утро. Алло, алло, здрасте. Прошу вас, представьтесь, откуда? Антон Кимиров, извините, еще раз вам звоню. Все по той же теме. Я в плане того, что как бы в долгострой не ведется, то есть не строится, никаких движений не делается. Нам всем послали послание, держитесь там и все такое. Ну и как бы да, мы ждем уже пять лет. А, вы ждете уже пять лет, это у вас не сейчас ситуация сложилась. Понятно. Понятно. Ребята, ну мы вопросы сейчас обманутых дольщиков и проблем представителей, которые годами длятся, мы сегодня не про это. Спасибо большое, Антон, извините. Давайте еще один телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро. Прошу вас, здрасте. Ты в эфире? Да, прошу. Владимир Екатеринбург. Очень приятно. По мне это было одно из самых позитивных посланий. Так как раньше нам говорили, что президент нашей всей, мы без него никуда. А он нам сказал, ребята, решайте сами. Губернаторы, налоги, я ухожу, давайте сами. Поэтому мы будем решать все сами, либо наши губернаторы, которые частью уже поубегали с тонущего корабля. Поэтому это не наше все, и без него тоже есть жизнь. Спасибо. Понятно. Спасибо. Кстати, правда, это же было самоустранение. Никогда еще власти столько не отдавали в регионы. А здесь сказали, вот давайте как раз сами как-нибудь. И теперь вопрос, что в регионах слишком мало денег, чтобы принимать серьезные самостоятельные меры, и можно получить по шапке. Я еще раз говорю, либо, у меня об этом губернаторы много раз жаловались, знаю двух лично, он говорит, знаешь, если мы что-то делаем активно, получим по шапке, или наоборот, ничего не делаем, тоже по шапке получим, мы в расстрельной ситуации. А денег у нас, в общем, на реализацию каких-то самостоятельных мер практически отсутствует. И губернатор Камчатского края еще явил, что подул в отставку. Четверо губернаторов вчера остались без постов, мы это обсудим с Николаем Калычем Сванидзе в следующем часе обязательно. Вот, я расскажу также несколько слов о том, как провел шесть дней в коммунарке, на одной из первых волн, помещаемых туда, в главный пицц-стационар страны. Надеюсь, это будет интересно, ну а пока делаем короткую паузу. С приветом, Набутов. Итак, спустя три недели, с приветом, Набутов, снова в эфире «Серебрного дождя», пока из студии здесь, из Московской, 731 наш телефон, плюс 7903-7976-333, номер для СМС, он же WhatsApp. Мы вас спрашиваем, что вы ждали от вчерашнего, каких мер конкретных от вчерашнего выступления президента, кроме продления так называемого режима самоизоляции, мы не смогли получить внятного комментария ни одного юриста о том, возможен ли, так сказать, такой режим и, соответственно, какие там штрафы могут в отношении нас вводить, арестовывать транспортные средства, что планируется в Москве и так далее, насколько это вообще законно. Либо же надо было вводить режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Госдума уже приняла, так сказать, подобный закон оперативно, но это, насколько я понимаю, на государство возлагают очень серьезные финансовые обязательства, в том числе по уплату за должников кредитов и так далее. Там, в общем, мог случиться коллапс финансовой системы страны, и по этому поводу была выбрана такая как бы половинчатая мера. Ну, то есть вы сами... Канада не очень законная, как я понимаю, но все понимают, для чего она сделана. Вот так. Кстати, мы не единственные, у кого вот такой вот режим самоизоляции ведем. В Новой Зеландии он существует. Сейчас я об этом расскажу. Несколько новостей буквально свежих коронавирусных, скажем так. Некоторые достаточно забавные. Вот, значит, первое, значит, сервис объявления Авито принялся блокировать объявление о продаже костюмов доставщиков еды, чтобы мешать россиянам, обманам, нарушать карантин. Об этом пишут ведомости. Значит, сообщают, что с началом режима самоизоляции в стране на сайте появились посты с предложением купить фирменную форму сотрудников популярных курьерских фирм. Значит, и таким образом, нарядившись доставщикам, россияне могли свободно перемещаться по городу, распространяя коронавирус. Авито оперативно приняло меры по борьбе с нарушителями. В настоящий момент новые подобные предложения отслеживаются. 31 марта, извини, сейчас стало известно, что жители Москвы, там же на Авито, сдают питомцев в аренду для прогулок во время карантина. Услуги начали предлагать владельцы собак, которые за деньги готовы отдать в аренду свою собачку для прогулок в какие-нибудь магазины. Ну, справедливости ради, у меня живет подруга в подъезде, и у них только лишь одна собачка. Ты не поверишь, все берут эту собачку погулять, когда выходят. Ну, чтобы не было лишних вопросов. Я с собачкой, да. На всякий случай. Значит, по ситуации в Москве, ребят, по транспорту, любопытные цифры. Ну, в общем, ожидаемые. Дороги в Москве в четверг стали на 86% свободнее, чем в четверг, последний четверг до введения режима самоизоляции. Значит, число пассажиров в метро снизилось на 84%. На наземном пассажирском транспорте на 75%. Природными электрическими пользовались на 67% меньше. Кроме того, снизилось число использования такси, а также каршеринга на 63%. Количество личного транспорта 64%. Число ДТП снизилось на 89%. На 82% уменьшилось количество поездок на автобусах из области. Эти данные уже предоставлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ну, то есть, очевидно, что подавляющее большинство соотечественников сидят, в общем-то, по домам. Самоизолировались. И балл с самоизоляцией на Яндексе достаточно высокий. Ну, например, по Москве в 7 утра он был до почти идеальной, 4,9. Ты спрашивал, как поддерживают бизнесы в других странах. Я бы просто поинтересовался, потому что этого, собственно говоря, и ждали. Поддержки простых людей, поддержки малого и среднего бизнеса от президента. Ничего из этого не прозвучало. Сергея Искюльна, ИП 9 тысяч евро невозвратное выделили. А пятерку где давали, ты сказала? Пятерка другой город был. Берлин. А, тоже в Германии. Это тоже была Германия. Видимо, каждая земля, видимо, решает самостоятельно. По поводу Мюнхена. Живу, работаю в Мюнхене, в трудиндустрии, в небольшой компании. В данный момент компания работать не может, так как дохода просто нет. В итоге компания запросила у страхового фонда по безработице сокращение часов сотрудников. То есть рабочие часы сократили до 5%. Это 2 часа в неделю. А зарплату все равно платят 62% от полной зарплаты. То есть это не меньше 2200-2400 по евро. Грязно. По Австрии у нас... То есть государство, в данном случае Германия или там правительство земли какой-то немецкой, доплачивает за фактически неосуществляемую работу. Ну да. И сотрудник 62% заработка сохраняет, работая 2 часа в неделю. Была у нас Сицилия. Ну вот на Сицилии все плохо. На Сицилии обещали 600 евро. Но Италия не Германия, извините. Очень сложно. И все итальянцы возмущаются, что в Германии быстро и без проблем 5000 от правительства. А в Италии даже несчастные 600 евро не могут получить. Даже несчастные 600 евро, что это 50 тысяч рублей с лишним, очень помогли многим индивидуальным предпринимателям, маленьким в нашей стране сейчас. Сейчас слушатель телефонный звонок, а потом я буду дозвониваться Михаилу Крутихову. Хорошо, да, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Хорошо, спасибо. Портантин, Нижненовгород. Очень приятно. Здрасте. Так. Ну, в первую очередь, вас с освобождением. Спасибо. Условно досрочно. Да, я в такси работаю. Так. А, так, через сегодняшний у меня вообще стоят стали. Сейчас вот внутри вокруг, вот как подъехал, один заказ сделал с 7 утра до сего момента. Понятно. Ай-яй-яй. Три машины, как стояли вокруг конкурирующих компаний, так стоят. Очень веселимся. Ну, это пока. А как вы планируете вообще выживать-то дальше? Ну, что я могу сказать? У мамы есть дом в деревне, у тещи есть садовый участок. На подсобном хозяйстве? На подсобном хозяйстве. Владимир Владимирович, я вчера сказал нам, денег нет, но вы держитесь, в общем. Да. Так. Вот, в общем, все весело, все как обычно. Спасибо большое. Ну, вот вы видели, я даже не знаю, чем утешил. А у многих же еще таксистов. У кого-то есть кредитные автомобили, например. На которых они работают, чтобы не выплачивать такси, такси службы, аренду ежедневную. Это страшная ситуация. Ну, вот, вас это не утешит. Еще раз могу сказать, что на 84% снизилось количество перевозок в московском такси. Ну, вот, я к тому, что, в общем, плохо всем и по всей стране. Возвращаемся к единственно хорошей вчерашней новости. И то, она появилась после твита от Дональда Трампа. Это я к нефти веду. Ну, Дональд Трамп, американский президент, любые его словесные интервенции, вот, любое его слово, написанное в Твиттере, там, или три фразы, они могут радикально влиять на экономическую ситуацию в целых государствах мировых. Ну, и нефть сразу подросла до 34%, а потом опустилась 29-30%. Я напоминаю, да, что президент Трамп выразил уверенность, заявил, во-первых, о том, что знает, во-вторых, выразил уверенность в успехе переговоров Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии и Москвы по вопросу регулирования добычи нефти. Значит, президент США сообщил о разговоре уже состоявшемся со своим другом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом Имм Сальман Аль Саудом, который, по словам Трампа, поговорил уже с президентом Путиным. Сокращение добычи, которое обсуждается, может составить примерно 10 миллионов баррелей, ну, вообще по миру, в сутки, или, возможно, больше, написал Трамп в сети Твиттер. Также накануне представитель правительства штата Техас Райан Ситтон в своем Твиттере сообщал о том, что провел переговоры с министром энергетики Александром Новаком. Кстати, разговор между Путиным и Саудовским принципом, извините, Кремль не подтвердил, пока официально опровергает. Значит, тем не менее, вот, возвращаясь к Техасу, значит, Ситтон заявил, что переговорил с Александром Новаком, нашим министром энергетики. Значит, только что у меня был отличный разговор с Новаком, при том, что обычно мы являемся конкурентом, и мы согласились с тем, что ситуация с коронавирусом требует беспрецедентного уровня международного сотрудничества. Обсудим мы сокращение ежедневной добычи нефти на 10 миллионов баррелей. Намерен вскоре поговорить с принцем Саудовской Аравии Абдул-Азизом Бен Салманом. И у нас на линии эксперт по нефтегазовому рынку партнеры и старший аналитик консалтинговой компании Русэнерджи Михаил Крутихин. Доброе утро, Михаил. Михаил, да, здравствуйте. Доброе утро. Да, ну и, собственно, после этих словесных интервенций нефть подросла на 46%, перевалила до 33 долларов, ну, потом немножко откатилась назад. Так сказать, насколько можно доверять Трампу, и насколько вы ожидаете вот таких серьезных, радикальных международных договоренностей в нынешней ситуации? Нет, ну, Твит, конечно, был идиотским, потому что представьте себе сокращение добычи на 10, а он еще и сказал, может, даже на 15 миллионов баррелей в сутки. Но Саудовская Аравия и Россия вместе добывают 20. Значит, каждая из них должна наполовину сократить свою добычу. Вы представьте себе, если в России закроется половина добывающих скважин, какая это будет безработица, какое падение доходов для России в виде даже налогов просто. Не по цене нефти, а, ну, это миллионы людей останутся без дела. Миш, скажите, пожалуйста, я, насколько я понял, ну, вот в твите Трампа об этом не говорится, что речь идет в целом, и это касается и стран ОПЕК, например, в целом о добыче, а не только о трех странах США, России и Саудовской Аравии. Ну, у нас есть три страны, от которых все зависит. Остальные все добывают понемножечку. Потом американские нефтяники уже сказали, никакой Белый дом им не может приказать сократить добычу. Нет такой связи между Белым домом и отраслью. Никто не собирается. Потом уже американские официальные лица сказали, что, извините, никаких планов сокращения американской добычи нет. То есть, как только цены подскочат вверх, американские те же самые сланцевые компании начнут усиленно добывать нефть очень быстро. И не просто вернутся к прежним показателям, а нарастят свои показатели. А вот если получится, как Трамп сказал, Саудовская Аравия с Россией сократят в половину добычу нефти. То есть, это идиотское сочетание. Ну, у меня вопрос очень простой. Да, я знаю, что сланцевая технология позволяет за один день запускать скважину, чего не можем ни мы, ни Саудиты при нашей технологии. Но я знаю, что чуть ли не 40% американских сланцевых компаний уже обанкротились при таких... У них высокая себестоимость добычи. Нет, нет, нет. Вот это, пожалуйста, не надо, не надо. А объявили об одной крупной компании, которая объявила о банкротстве. То есть, что это значит, бизнес продолжается, ее долги реструктурируются, растягиваются на длительное... В Америке банкротство это не означает конец бизнеса. Либо начинается новое отношение с кредиторами, либо бизнес переходит к новым владельцам. Но если у нас думают, что банкротство, значит, все, перестали нефть скачать, то это глупости. Такого не бывает. В редких только случаях. То есть, вы хотите сказать, что слова господина Леонтьева, ну, это на самом деле слова господина Сечина, о том, что мы с саудитами сейчас вычеркнем американцев с рынка, значит, они не соответствуют действительности. Ну, это пустой треп абсолютно, как практически все, что исходит из сахарных уст господина Леонтьева. Но сейчас все СМИ полны жуткого и совершенно трепа. Говорят, вот цены на нефть взлетели. Посмотрите, какие цены взлетели. Это июньский фьючерс. Это спекулянты на финансовом рынке торгуют бумажками, а не нефтью. Когда там было вот 26-27, июньский фьючерс начинался, то на рынке российская нефть шла по 9 с лишним долларов за баррель. На самом-то деле физическое. И поэтому не надо пугать людей. При цене в 9 долларов или даже чуть выше, или там ниже 15 долларов, насколько я понимаю, полностью прекращаются НДПИ и платежи нефтяных компаний в бюджет? Это во-первых. А во-вторых, это просто уже цена и 13 долларов, и 15 долларов. Это совершенно невыгодно для нефтяных компаний, чтобы покрыть их издержки. То есть вот себестоимость у нас нефти вместе с инвестициями в разведку и обустройство месторождений, в транспортировку, в административный... Ну, поднять просто нефть из земли, закупить новое оборудование, а не выше этой суммы. Ну сколько это? 15-20 долларов в этом коридоре? Нет, вот как сказал еще в прошлом году заместитель министра энергетики, себестоимость нашей нефти 25 долларов плюс налоги. Вот такая была формулировка. Что должно произойти, чтобы нефтяные цены вернулись на этот уровень или выше? Чтобы ужил Китай, мировая экономика, закончилась пандемия? А нет, а мы уже видим, что мировая экономика, ну, если она вернется, вдруг сейчас мгновенно исчезнет этот вирус, вот как в Китае, условно говоря, примем это за исходную точку, исчез вирус, а в Китае экономика-то восстановилась, ну, примерно на 85 процентов. Это и то по их жуткой статистике, которой нельзя верить. Значит, 15 процентов рынка долой. А в мире это будет, ну, 15-20 процентов, это 15 миллионов баррелей в сутки. А ожидается приток новой нефти из Норвегии, Бразилии, Нигерии и так далее. То есть для того, чтобы снять с рынка вот и восстановить баланс спроса и предложения, нужно действительно на 20 миллионов баррелей сокращать добычу. А кто это будет делать? Норвежцы, насколько я понимаю, на этой неделе заявили, что у них огромное новое месторождение, значит, и что они зальют Европу дешевой нефтью. Ну, месторождение Юхан-Свердруб, это уже в мае, оно выходит на проектную мощность. Это полмиллиона баррелей в сутки. Это очень хороший показатель. А у них же не одно месторождение. То есть потом у них качество этой нефти, то есть такое же, как российское. Они совершенно спокойно могут российскую нефть вытеснять с рынка. Черт возьми, думал, хорошие новости оказались не очень. Спасибо большое за ваши комментарии. Михаил, то есть получается, что нефть очень скоро станет дешевле снова? Ну, я думаю, да, потому что на вес вот этого предложения, ну, никак он спросом не удовлетворяется. Нефти больше, чем могут купить. Это будет война, будут предлагать дисконты, брать объемами, а не ценой нефти. То есть мы видим, что победит Саудовская Аравия, победит в сотрудничестве с ней Соединенные Штаты Америки, их нефтяники абсолютно точно договорятся и победят. А Россию, которая не сможет выполнить вот этот вот идиотский пункт твиттера от Трампа, ее просто выставят из этого двустороннего союза Саудовцев и Американцев, если пригласят, то на роль постороннего наблюдателя. — Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку, партнер и старший аналитик консалтинговой компании «Росэнердж» был у нас на линии. — Да, его словам можно доверять, хоть они не самые приятные. Я думаю, что в понедельник мы обсудим еще всю нашу порнографическую ситуацию с Венесуэлой, из которых компания «Роснефт» сбежала, бросив там фактически проинвестированные 17 миллиардов долларов, а точнее передав эти активы, которые наладом дышит государству. Там хитрая сделка. Я думаю, что мир все объяснит в понедельник. Ну а мы пока вернемся. Я напоминаю, мы обсуждаем сегодня в первом часе вчерашнюю прямую линию Владимира Владимировича, прямое обращение к нации. И спрашиваем вас, что вы ждали от президента, каких мер поддержки для общества, кроме продления режима самоизоляции и того, что все проблемы на местах должны решать губернаторы. Это вот две основные мысли, которые были озвучены. С приветом, Набутов. Ну что, еще раз доброе утро, дорогие друзья. Вот три недели прошло с приветом, Набутов, снова под серебряным дождем. Две коротких информации еще о том, как происходит пандемия в нашей стране, в том смысле, как, что придумывают наши соотечественники. Первая свадьба в режиме онлайн состоялась в Уфе. Значит, в режиме видеоконференции находились молодожены, все гости и ведущие. Это была первая свадьба такого формата в столице Башкирии. Значит, праздник при этом вышел традиционным, с застольем. То есть, как бы супружеская пара выпивала отдельно, а гости по домам. Конечно, в инстаграме, да? Да, да. Значит, с застольем, тостами, подарками и танцами молодоженами. Значит, в качестве призов гости получили макароны и туалетную бумагу. Призов, подарков. Кроме того, на торжестве звучали актуальные тосты. Пока на карантине с детишками не тяните, держите мой подарок, сейчас переведу. Прекрасно. Неплохой подарок. А скажи, пожалуйста, почему, так сказать, регистрировать брак можно, а развестись во время карантина? Ну, я думаю, что они регистрировали как-то официально, наверное, в органах ЗАГСа. Тем не менее, опьянка была вот такая дистантная, что, на самом деле, весьма экономно. Про Горный Алтай еще у меня есть информация о том, что там местные жители, как СИБДПО сообщает, предлагают перегородить дороги и выставить обратно приехавших на отдых россиян, в особенности коронавирусных проклятых москвичей. Это вот цитаты прямые. Значит, горноалтайцы уже по опыту знают, что духовно одаренные жители столицы едут к ним апокалипсис пережидать. Заметил турист, подобное было в 2000-м, когда этот календарь мая был, в 2012-м году, да, и вот сейчас новая история, но представляющая опасность для местных жителей, поэтому есть призывы москвичей отправить назад. Вот так вот мы иногда любим друг друга, но это скорее исключение из правил. Давай последний звонок, доброе утро, чего вы ждали от выступления президента накануне, здрасте. Только коротко, доброе утро. Прошу вас. Здравствуйте, я в эфире, да? Да, да, прошу. Вы в эфире, говорите. Прекрасно, Степан, 33 года, Москва, как раз представитель сферы развлечений, я ведущий мероприятий, корпоратива, юбилеев. Сочувствую. Да, поэтому... У вас подушка есть небольшая? Нет, в том-то и дело, что она уже кончилась за эти несколько недель, ну, сознательной самоизоляцией, я в ней нахожусь уже две недели, и то, что предстоит в ближайшем месяце, это вообще караул. Поэтому от этого страшно. Страшно не от коронавируса, а страшно от безденья. У Ксюши Собчак был очень хороший пост по поводу того, что наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка, действительно, надо спасать сильных. Потому что через три-четыре недели известно, что будет происходить. Патроны в некоторых охотничьих магазинах уже закончились давно, да. И это информация и от работников этих магазинов, и от работников силовых структур. Плюс по поводу вот комментариев Марии. Да, жениться можно онлайн, а вот развестись онлайн никак не получится. Терпите, это время нам дано для того, чтобы, я хочу как-то сказать так, для того, чтобы испытать друг друга. Спасибо большое за ваш звонок, извините, мы просто должны уходить на новости сейчас. Я, ну, я же, я, я, я хочу сказать, ну, держитесь, ребят, поверьте, там, я занят в гостиничном бизнесе, например, который вообще умер. Это просто, он просто генерит убытки прямые, все сокращены и так далее. Осталось три человека, три сотрудника с половинчатой зарплатой, один из которых мой брат. Поэтому, как бы, да, всем тяжело, и социально-экономические последствия, в том числе весьма радикальные, о чем сейчас говорил потенциально Степан, они, нам еще предстоит их пережить, потому что, вот как писал РБК буквально позавчера, у 65% населения страны, вообще нет никаких сбережений. Это страшно. Ведь жена Сергея Юрьевича, очень рада за тебя, что ты вернулся в эфир. Сергей Юрьевич и вашей жене большой привет. Но пасаран. Николай Карлович уже в следующем часе, как всегда, по пятницам, и трансляция идет на Ютьюбе, присоединяйтесь, смотрите. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три.